Поэтому идут в экзамен, поэтому можно сразу уже брать, прорабатывать, заранее выбрать. Данная презентация будет у нас посвящена основным требованиям формативных документов, классификации реакционных установок, назначения и так далее. Рассмотрим все эти вопросы в ходе данной презентации. Давайте еще таким образом условимся. Вот эта функция поднятия руки, я ее, к сожалению, сейчас не вижу, потому что я половину экрана презентации занял и включил чат. Если вы хотите вопрос задать голосом, то таким вот образом в чате отмечайте, трюс, кстати, знака, и более эффективно вопрос письменно написать. Чат я вижу, реагирую сразу на него, так что так эффективнее будем продвигаться дальше. В первом подразделечке рассмотрим ключевые показатели безопасности, специфические требования. У меня правила безопасности предъявляем к аппаратуре и приборам. Вначале мне еще раз хотелось обратить внимание на документ НП001.15. Еще раз призываю, кто это еще вдруг не сделал, обязательно его скачать. Можно в интернете спокойно набрать прям данную аббревиатуру, либо с названием документа. В первой презентации полностью я привел название и аббревиатуру, естественно, визнатуре. И ознакомиться там немного, 18 страниц, очень важная жертва информации. Одна из записей в этом документе – это как раз требование данного нормативного документа в верхнем уровне, который предъявляется к частоте возникновения аварийных событий, связанных с возможностью плавления активной зоны, вот эти 10 минус 5, вот эти события на реакторах будут, и выбросы радиоактивных веществ, сверхдопустимых норм, 10 минус 7 на реакторах будут. В рамках семинарских занятий вы разобрали деревья событий, и там как раз рассказывали вам, что при построении деревьев событий, как правило, интересуют два конечных исхода. Либо плавление активной зоны, либо выброс радиоактивных веществ. Во время проектирования в станции и во время периодических проверок, переоценок надежности ориентируются как раз на данные значения, если во время проектной деятельности или во время периодических выполнений предоставления отчета на эти цифры мы не выходим, значит, данный проект нельзя эксплуатировать, и надо разобраться, почему так происходит, провести работы по повышению надежности объекта. Внизу для иллюстрации я описал, что значит, этот размерность реактора лет, и обратная величина, допустим, есть один блок, он работает 20 лет, у него получается суммарная его работа 20 реакторов лет. Если два блока работают одинаковое время, получается 40 реакторов лет. Если есть еще третий блок, который работает 10 лет на данном периоде времени, вместе для трех блоков, суммарная продолжительность работы составляет 50 реакторов лет. Сейчас для реакторов ВВР суммарная наработка безаварийная составляет больше 1500 лет. Ни одна другая реакторная установка не может похвастаться, серийная установка не может похвастаться данными характеристиками. Значит, установки ЭПРШИС в отреакторе, ПВР, это, соответственно, авария на 3-м АЛО. Если мы говорим про установки типа РБМК, все мы знаем, аварию на Чернобыльской станции. Установки БВР, более на отреакторе, это авария на Фукушима, Гаичи. Есть, в принципе, еще одна установка, КАНДУ, но по-канадски тяжеловодный реактор, но данную установку, в принципе, нельзя назвать серийной, потому что дорогой и неоднозначный проект, если коротко сказать. Довольно часто спрашивают на лекции, почему именно назначение 10-5, 10-7, почему нет, 10-10 может быть. Какого-то математического обоснования жесткого нет. Ответ на данный вопрос следующий, что собралась, назовечу, развитие биоэнергетики группа специалистов, которые решили, что у нас атомная станция будет обладать, соответственно, приемлемой надежностью, если будут подтверждены расчетным путем вот такие вот характеристики надежности. 10-5, 10-7, я в свое время в ВАТ начинал работу в 2002 году, и тогда для поддержки этого объяснения нарисовал какую-то таблицу, отсчитывая 2002 года, вглубь туда времен наших, примерно в 1991-1992 год у нас произошел развал СССР, еще 100 лет отматываем постройки филе в башне, и так далее, и так далее. В итоге мы доходим до вот этого пункта номер 5, в котором появляется обратное значение по времени 10-5, и в принципе, с точки зрения интерпретации приемлемой надежности, можно было бы такой футуристический пример привести, если блок у нас был бы построен в то время, когда это неандертайцы были, и он работал в течение 100 тысяч лет, то, возможно, в наше бы время у него могло наступить событие, связанное с плавлением активной зоны. И еще где-то здесь седьмую строчку можно было бы нарисовать, но здесь у меня фантазия закончилась уже, соответственно. И вот эти значения 10-5 и 10-7, они как раз показывают приемлемость блока с точки зрения обеспечения надежной эксплуатации его. Далее. Существует 5 требований, которые предъявляют к аппаратуре и приборам. Они, в принципе, одно за другое цепляются. Первый пунктик в работе должно быть не менее трех независимых каналов контроля нейтронной мощности. Как вы знаете, на атомных станциях и сельских реакторах есть три канала, которые контролируют мощность установки. И, соответственно, в зависимости от того, какая это установка, мы об этом тоже будем говорить, это либо сельский реактор, либо критический стенд, либо промышленный блок, логика разных срабатываний. На станциях это логика 2 из 3, на атомных реакторах логика 1 из 3 и так далее. Вот сразу можно четвертый пункт посмотреть, логика срабатывания солнца. Здесь говорится про логику срабатывания стержней системы управления и защиты для промышленного блок, для атомной станции. Схема 2 из 3, то есть если сигнал приходит по одному каналу, то у нас нет срабатывания аварийной защиты. Сигнал формируется, но срабатывания аварийной защиты нет. Видит, соответственно, оператор на бычу, что по одному каналу сигнал идет, но автоматика не ведет к срабатыванию аварийной защиты. И оператор может вручную нажать на себя. Если сигнал приходит по двум или более каналам, 2-3 идет автоматическое срабатывание аварийной защиты. Для чего такая логика заведена? Для того, чтобы не было ложных срабатываний аварийной защиты, когда сигнал по какой-то причине приходит по одному каналу. Второй пункт говорит о том, что как раз необходимо, помимо абсолютной величины по мощности контролировать еще и по скорости изменения мощности. А скорость изменения мощности у нас, насколько быстро меняется мощность, у нас показывает величина. Асимптотический период, или чаще всего в документации можно видеть просто фразу «период». Соответственно, массовая аварийная защита при периоде, скажем, меньше 20 секунд может сработать как при мощности 100% под номинал, так и при мощности установки 10-9, 10-8 по синтетическому периоду. Третий пункт про выработку сигнала, только что мы с вами говорили. И пятый пункт по диапазону контроля мощности. Есть три основных диапазона. Это диапазон источника от 10-14% до 10-3%. Диапазон промежуточный от 10-4% до примерно 10%. И диапазон мощностной от 1% и выше до 10-4%. Обратите внимание, когда я называл диапазоны, видно, что диапазоны перекрываются, например, на порядок. Так, сейчас, Вань, вижу вопрос ваш, здесь договорю и отвечу. Диапазоны перекрываются не менее чем на порядок. Зачем это нужно? Для того, чтобы не было таких вот стыковых режимов, когда при управлении блоком оператор, соответственно, наблюдает мощность и надо перейти с одного диапазона в другой. И, соответственно, если есть перекрывание на порядок, то можно посмотреть в предыдущем диапазоне и в следующем диапазоне. Это очень важно с точки зрения безопасности, чтобы ни на одну долю секунды реактор не оставался без контроля. Вань, вопрос. Простите, что такое три независимых канала? Вань, значит, это каналы... Сейчас. Вырисую. К сожалению, я тут сегодня из дома с утра. Уйду, а планшет на работе остался. Мышкой попробую. Таким вот образом. Реактор. Реактор. В реакторе располагаются датчики контроля за нейтронным потоком. Ну, они, конечно, равномерно расположены. Соответственно, от части датчиков, допустим, датчики от этих, от этих, от этих, от этих, информация идет в один канал. Информация идет в один канал. От других датчиков, положим, от этого датчика, от этого, от этого, условно говоря, так же там равномерно и все это посчитано, идет в другой канал. А от другой группы датчиков, от этих, от этих, от этого датчика, информация идет в третий канал. По количеству нейтронов в активной зоне, по потоку нейтронов, и можно перерасчивать. Соответственно, у нас получается три канала. Один, два, три. Если информация о том, что нейтронный поток меняется слишком быстро, приходит по одному каналу, то нету срабатывания аварийной защиты. Если информация приходит по двум и более каналам, допустим, по первому, по второму, тогда идет срабатывание стяжней аварийной защиты. Вань, ответил на ваши вопросы? Напишите в чате, пожалуйста. Спасибо. Я видел. Спасибо. Антон, почему у нас сельских реакторов логика один из трех? Антон, спасибо за вопрос, я на него отвечу. У меня презентация как раз дальше про различия в логике и в, значит, подходах к проектированию, в том числе и каналов аварийной защиты и логика. Почему такая, тоже объясню. В чем, дальше мы посмотрим. Есть у нас отличия, конечно же, в требованиях ядерной безопасности, которые мы накладываем на критические стенды, сельские реакторы, промышленные блоки. И... ... ... ... ... ... Спасибо. Есть у нас назначение, возможность доступа людей, знания характеристик активной зоны, отличительные признаки. И, с одной стороны, есть у нас, соответственно, критические стенды, где основное назначение это как раз проведение исследований, но мощности и параметры они такие большие получаются, как на сельских реакторах. Евгений, перекрывается на порядок, возможно, прослушали, я говорил, что диапазон источника от 10-4 до 10-3. Диапазон промежуточного начинается от 10-4 до 10%. Энергетически от 1% до 100%. Перекрывание на порядок идет. С другой стороны, сельские реакторы. Продолжение следует... Исследовательские реакторы. У них уже требуется организация охлаждения активной зоны и накапливают больше материалов. Мощные энергетические реакторы накапливают значительное количество радиоактивных материалов и требуют организации специального охлаждения. И необходимо это учитывать при проектировании системы безопасности. По возможности доступа людей, промышленные блоки и сельские реакторы, активные зоны закрыты непосредственно для контакта с людьми. Соответственно, мы можем непосредственно активную зону видеть и работать с ней. С другой стороны, критические стенды, когда мы непосредственно ногами ходим по активной зоне и манипуляции руками производим. Наверняка вы слышали, что со свежим ураном, допустим, и плутонием можно руками работать. Это абсолютно безвредно для здоровья. Единственное, что материал уран-плутоний содержащий, он является токсичным, надо в маске обязательно работать. Знаем физические характеристики. С одной стороны, у нас есть промышленные блоки, где, в принципе, все характеристики известны. И загрузки из года в год повторяются. Ничего нового практически при каждой загрузке у нас не происходит. Такого из ряда вон выходящего, что было бы нам неизвестно в данном проекте. С другой стороны, когда мы говорим про критические стенды и сельские реакторы, собственно, на сельских реакторах и физических стендах тоже, как раз получение этих новых знаний, новых эффектов является самой сутью работы. Иногда можно получить эффекты, которые слабо еще изучены, поэтому и требования аварийной защиты гораздо жестче на критические стенды и сельских реакторов, нежели для атомных станций. Требует воздействие на реактивность. Основные пункты здесь презентации озвучу. Запрещено производить какие-либо операции с блоком, пока аварийная защита не взведена. Понятно, что если будет у вас стержня аварийной защиты в активной зоне, вы будете производить манипуляции какие-либо, и произойдет ситуация аварийная, когда она будет заглушить плотность потока нейтронов. При этом, если у вас стержня аварийной защиты внизу находится, просто нечем будет мощности реактора глушит. Второе. АЗ должна быть сконструирована так, чтобы начатое защитное действие доводило до конца. Соответственно, здесь большинство пунктов относят нас к аварии на Чернобыльской атомной станции. И можно вспомнить, что в начале, при реализации Чернобыльской аварии, у нас сместилась верхняя плита над реактором, как раз плита, на которой крепятся приводы системы управления защиты. И поскольку время движения стержня аварийной защиты до аварии на Чернобыльской станции составляло 16 секунд, то как раз вся активная фаза Чернобыльской аварии протекала от 6 до 9 секунд. И первый гидравлический удар произошел спустя 2-3 секунды после нажатия кнопки аварийной защиты. Крышка сместилась, застряли стержни, не смогли они дойти до нижнего концевика. Некоторые прошли на 10-20% и загрузились в активную зону. В следующий момент, как вы знаете, увеличена скорость введения стержней на всех блоках не превышает более чем 2 секунды, не превышает 2 секунд, то есть менее чем 2 секунды. Это позволяет довольно быстро ввести стержню аварийной защиты, не достигая критического значения по возможности гидравлического удара и дальнейшему развитию аварийной ситуации. А второе. В работе должно быть минимум 2 независимые системы останова реактора, реактора, элементное резервирование. Здесь объяснял я на примере реакторной установки ВВР-1200. В ВВР-1200 у нас, соответственно, есть 12 групп стержней управления и защиты. Группы номер 1-8. Это группы стержней аварийной защиты. И с 9 по 12 это группы стержней ручного регулирования и автоматического регулирования. РР и АР. Стержни, которые относятся к аварийным стержням, разделены на 2 подгруппы. С 1 по 4, с 5 по 8. И напомню, каждый из этих кластеров включает в себя примерно 6-7. Каждая из этих групп включает в себя 6 кластеров. И в каждом кластере 18 стерженьков. Каждая из этих групп способна самостоятельно привести реактор под критическое состояние, удерживать на мощности не более чем минус 1 бета. Если, соответственно, срабатывают все эти группы с 1 по 8, то будет еще более глубокая под критичность и, соответственно, стержень АР и автоматического регулирования АР. Все стержни ходят в активную зону, будет еще более глубокий минус, соответственно, по реактивности. Далее. Должно быть минимум... Так, вот третья, два, три. За счет реактора необходимо минимум по двум параметрам. Функциональное резервирование, то есть, допустим, по превышению вставки по мощности, по абсолютной величине, выше чем 107% от номинала, и по превышению вставки по скорости нарастания мощности, то есть, когда период асимпатически ниже 10 секунд. Точно такие же вставки есть и по теплогидравлическим параметрам, по абсолютному величине, допустим, по давлению теплоносителя в первом контуре, не более 178 атмосфер по ОР-1200. И также по скорости изменения давления теплоносителя в первом контуре, во втором контуре, ну, если мы говорим про сельские реакторы, то, соответственно, освеживают параметры теплогидравлические для данных установок. 2.4. АЗ должна быть такой, чтобы она могла сработать, но если возник отказ не самой, реализуется технически следующим образом. Стержня аварийной защиты находится на нижних... Стержня аварийной защиты находится на верхних концевиках и держится за счет работающих электромагнитов. Если вдруг происходит обрыв сети, и электромагниты, соответственно, расцепляются, стержня падает в активную зону. Следующая 2.5 в догонку к этому пункту идет, то есть срабатывание из любого промежуточного положения. И 2.6 про промежуточное положение срабатывания, 2.5 про отсутствие источника. Когда идет обесточение, электромагнита сцепляется, стержень входит в активную зону. А про промежуточное срабатывание, допустим, когда стержень находится на нижнем концевике, мы опускаем электромагнит, захватываем данный стержень и ведем его в взвод на верхний концевик. Если на половину движения наступает сигнал на срабатывание стержня, то электромагнит опять расцепляется, и стержень входит в активную зону из любого промежуточного положения. Пункт 2.7. По поводу введения положительной реактивности, если мы вспомним аварийную ночную выскостанцию, помните, мы говорили, что при первом шаге введения стержня аварийной защиты в активную зону вводится. Вводилась вначале небольшая положительная реактивность за счет того, что в нижней части графит замещал воду, вверху бор вводился. Но вот общее поле энергораспределения такое, что, соответственно, вводилась у нас, к сожалению, чуть-чуть положительная реактивность, все это небольшое отклонение, как вы знаете, вроде как от нормального течения хода изменения реактивности, оно привело, при вводе стержня аварийной защиты, оно привело затем к очень пагубным последствиям и привело к возникновению аварий на установке РБМК. На данном слайде приведено требование на ввод положительной реактивности. Здесь данная информация приведена один в один как в нормативном документе НП00115, но вот, мне кажется, более лаконично запоминается следующая интерпретация, которая была проведена в предыдущем документе ОПБ-8897. Да, или мандат, вопрос, спрашивайте. А, вы написали вопрос. Требование 2.7 добавили после аварии на ЧАЭС. Нет, не так. Требование было и до аварии на Ченобольске ЧАЭС, но вот пренебрегли, к сожалению, данным требованием во время проекта. Данный пункт, вопрос у вас есть отдельно на экзамене тоже, какие требования есть на ввод положительной реактивности. И у каждого третьего, наверное, этот вопрос спрашивают на госэкзаменах специалистов, у вас во время диплома могут спрашивать. Собственно, вопрос состоится в следующем. Вы садитесь на блочный щит управления и начинаете управлять, начинаете выводить реактор на мощность. Чем вы будете руководствоваться? Руководствоваться вы будете тремя пунктами. Первое, второе, третье. Пункт номер один. Про что он говорит данный пункт? Увеличивать мощность реакторной установки можно автоматически, если для одного органа СУС вводимая реактивность не превышает 0,7 бета. Откуда вы берете данное значение? То есть вы, как оператор, садитесь управлять блоком и вам предоставляют данные по физическому пуску в реакторной установке. Во время физического пуска измеряется много основных параметров. Одним из параметров является вес стержня СУС. Что такое вес стержня СУС? Это изменение реактивности, вызванное перемещением стержня СУС. Если данное требование нарушено, тогда пользуются вторым пунктом. И выводить реактор на мощность можно только пошагово, шагами. Шаги только руками производятся, не автоматически. И шаг не должен превышать больше, чем 0,3 бета. 0,3 бета по реактивности. То есть вы сидите, берете в руки ключ, поворачиваете ключ, увеличиваете, ведете подъем стержня аварийной защиты вверх. По реактивности смотрите, что сделали шаг не более 0,3 бета, убираете руки, ничего не не крутите. И ждете ожидания. Время ожидания составляет 20-100 секунд для затухания переходных процессов. То есть мы ждем примерно 20-100 секунд для затухания переходных процессов. Чем ближе вы находитесь к критическому состоянию, тем медленнее возвращается установка в стационарное состояние. Тем медленнее происходит изменение мощности. В любом случае, в любом случае, и на втором шаге, и на первом шаге, необходимо следить за тем, чтобы скорость введения положительной реактивности не превышала 0,07 бета в секунду. 0,07 бета в секунду. И для первого, и для второго случая. Это можно даже по секундомеру померить. У вас часы на руке, значит, подняли стержень СУЗа на взведение. И смотрите, допустим, прошло 10 секунд, и насколько мощность изменилась. Уважаемая студентка, у меня будет просьба. Вы, ну, во-первых, кто аватарки поставил, вы нормальные сделаете, потому что у нас же это рабочий инструмент высшему учебному заведению. А тут вот Дмитрий Грин почему-то не похож на себя. Да, какой-то уши у него, усы. Я же вас, значит, зачетку если сравню, вы не похожи на себя. Ну и те, кто совсем не поставил аватарку, сделайте, пожалуйста. Смотрите, вот Антон Кровец. От Данил Целиков. Вот замечательный. Сам София Полякова. Тоже лицо узнаваемо. Давайте, так сказать, посерьезнее будем относиться. А то я потом Данила не узнаю, а не Дмитрия Гриня не узнаю. Хорошо изменил. Спасибо. Вот Лесуан, в принципе, сделал. Вот так, как вы видите, лицо совсем не видно. Это вот такая маленькая точка, которая вот лицо напоминает. Вот здесь вот замечательная тоже фотография. Вот уйти там, да, в принципе, узнаваемо. Обычно без головного убора надо. Это не так сложно, я думаю, делать в современных условиях. Вязали сотый телефон, сфотографировали, крупно себя и поместили. То же я потом в коридоре вас не узнаю, когда будете проходить при дистанционном режиме, тем более. И четвертый пункт говорит о том, что запрещается производить изменения катического состояния реактивной установки даже двумя и более способами одновременно. Допустим, если мы говорим про ВВР, если вы пытаетесь мощность поменять одновременно за счет перемещения стержня и за счет изменения концентрации бурной кислоты и наступает блокировка, вы ничего не можете повернуть, покрутить, соответственно, то привело это к изменению мощности. Только одним способом. Можно привести много примеров для исследовательских реакторов, когда есть там более двух способов изменения катического состояния. Есть, допустим, такая установка по исследованию, по типу установок, по исследованию реактора установки заливки замедлителем, когда размещают тепловыделяющие сборки в активной зоне в имитаторе и затем заливают водой, ну, или неким раствором, который экспериментальный раствор. И в зависимости от уровня воды раствора идет изменение критического состояния. Это тоже один из способов управления для установки критичностью. Здесь хотелось поговорить про специфические требования критических стендов и сельских реакторов и покажу уникальные фотографии по быстропедическим стендам ВФС-1, ВФС-2. Какие есть специфические требования для критических стендов? Есть, допустим, запрет на вход в бокс, где располагается бокс, имеется в виду большое помещение, где располагается критический стенд. Если стержни аварийной защиты не заведены, есть блокировка на дверь. Вы можете дверь открыть, чтобы зайти в данное помещение. Проведение работ можно только в подкратическом состоянии, не менее двумя сотрудниками. Понятно, что если одному и не станет плохо, то можно было его эвакуировать. Скорость ввода в стержни аварийной защиты не более чем 1 секунда. И по любому каналу здесь ответ как раз вопрос Антона Кровец. Для сельских реакторов и критических стендов, если внимательно посмотреть документацию, то основная мысль, которая проходит через регламентирующую документацию, то, что основная ценность это человек. У нас не надо прежде всего его защитить, поэтому логика введения стержни аварийной защиты один из трех, которые к одному каналу приходят, и у нас сразу идет срабатывание. И скорость введения максимальная, там, за долю секунды вводится аварийная защита на сельских реакторах. На промышленных блоках тоже можно было сделать быстрее, не за 2 секунды, а гораздо ниже времени. Но необходимо обоснование в проекте скорости переходных процессов, ударных нагрузок при срабатывании, стержни и так далее. Если посмотреть внимательно на документацию, опять же, по безопасности, которая сопровождает промышленные блоки, то мысль можно такую выделить, что главная ценность это оборудование, прежде всего, его защитить, а потом уже человека. Поэтому и логика срабатывания СУЗ 2 из 3, а для того, чтобы не было ложного срабатывания, потери мощности, потери выпускания продукции, и время введения стержней аварийной защиты все-таки ограничено и обосновано в проекте. Здесь как раз на слайдах 19 и 20, 30 идет, то, значит, аварийную защиту для промышленных блоков, более мягче требования, то, что сейчас мы с вами обговорили. И про обоснование в проекте неповреждения ТВЛ с сверхдопустимых пределов и, да, Антон, пожалуйста, и, значит, скорости введения стержней и величины вводимой реактивности тоже мы на самом деле говорили. И как раз здесь одна из последних, что, одна из последних мыслей, что в проекте должно быть показано и обосновано как раз наличие необходимого количества стержней аварийной защиты и показано, что они могут привести реактор в физическое состояние, когда это будет необходимо. Далее я хотел показать вам уникальные фотографии, комплекс быстрых физических стендов Гаранцея РФ и город Обнинск в 2016 году модернизация была сделана данных стендов, всемирно известная, таких всего в мире, по-моему, штуки 4. Здесь на фотографии конкретно быстрых физических стендов 2, на этих стендах проводятся экспериментальные работы по исследованию нетронных физических характеристик, активных зон быстрых реакторов. И, собственно, вот так вот выглядит верхняя вид сверху. Активные зоны никакой крышки нет. Здесь большое количество трубочек располагается примерно с кулаков диаметр и вернее так каналы, каналы. И в эти каналы загружаются металлические трубки, которые мы набираем из таблеток. Таблетки это либо конструкционные материалы, делящиеся материалы и различные комбинации. Понятно, что когда мы группируем по-разному эти таблетки в одной трубке и потом размещаем их в активной зоне, мы можем различную конфигурацию этой активной зоны задать. Далее дают метронный поток на 1-2 секунды, снимают характеристики распределения этого метронного потока и затем готовят в активную зону к следующему эксперименту. Рассказывай мне, что самый короткий эксперимент идет подготовка активной зоны 3-4 недели. Самая длинная подготовка и набор активной зоны проходила 8 месяцев. Потом дается нейтронный поток, делают соответствующие замеры и пересобирают, перекомпонуют активную зону для проведения другого эксперимента. Здесь основные характеристики ВФС-2 был введен в эксплуатацию в 69-м году. Мощность 3000 мегаватт может моделироваться на ней. Понятно, что это не разгоняет мощность до таких размеров, а именно модель создавая активная зона, которая может работать на 3000 мегаватт. Количество трубок 10 тысяч примерно, высота, диаметр 5 метров, высота 3,5 метров и так далее. Здесь показана фотография перегрузочная машина, видна активная зона, перегрузочная машина, усилие, которое может развивать время загрузки, перегрузки до 100 килограмм. Вот он гастетический стенд 2, здесь стол сбоку показан, на который укладывается трубка и производится набивка таблетки, можно не таблетки вдалеке видно. После набивки трубка загоняет этот штанг на стол укладывается, загоняется трубка и затем поднимается штанга и трубка опускается в контейнер соответствующий. Здесь BFS-2 загрузочная и перегрузочная машина, здесь контейнеры для хранения трубок. Здесь как выглядела комната управления до 2016 года, здесь после 2016 года. Здесь видно стекло с барированной водой бортом находится. Операторы во время проведения эксперимента могут наблюдать за оборудованием которое находится в боксе. Это после модернизации такой битвы. Это BFS-1 небольшой по размерам, меньше в два раза чем BFS-2. вот здесь на фотографии кстати видно сзади трубки для BFS-1 и трубки выше для BFS-2. Производится операция по набору активной зоны трубками. Характеристики BFS-1 мощность до 1000 мегаватт 61-й год запуск в эксплуатацию и характеристики по размерам зоны активной. Здесь показана фотография как раз сотрудник ведет набивку трубок этими таблетками вот они стоят по предстоящей программе эксперимента. Комната управления до модернизации после модернизации фотографии еще так выглядело довольно просто. Вот так на фотографии выглядят таблетки и каждый цвет и размер таблетки соответствуют соответствующим материалам. Допустим, белый может быть уран, цвет может быть плутоний, это конструкционные материалы, но именно такую разнородную таблетку никогда не делают. В качестве примера выложены все виды таблеток, которые в хранилищах есть, из которых собирают трубку. Более-менее похожие на реальную вид трубки, которые подготовлены к эксперименту, вот здесь находятся. Здесь можно посмотреть в разрезе трубка макет. Здесь видно, что чередуются таблетки синего цвета, зеленого, красного с определенной периодичностью и может быть таблетки синего цвета это может быть уран, красного цвета плутониевые, зеленого это конструкционные материалы. Представьте, что здоровая активная зона экспериментально собрана из однородных трубок. У вас получается слой натрия, здоровый слой плутония и так далее. можно таким образом моделировать активную зону как в поперечном так и в продольном исполнении. Далее. Здесь данные характеристики про делящийся материал. Это уран высоко обогащенный очень дорогой материал 36 или 90 процентов уран 235 плутония обогащения свыше 90 процентов и этих материалов около 8 тонн и 280 тонн различных конструкционных материалов стали, лимоний, необий, цирконий и так далее. Которые тоже используют для проведения эксперимента для набора активной зоны. Литература рекомендуема. Здесь с конкретной страницы из металлического пособия Волкова, которые вы должны взять и прочитать. И соответственно страницы конкретная страница из металлического пособия украинцев, которую можно скачать на страничке в интернете. Надо прямо взять ссылку вставить и оттуда скачать. И сайт ГРНСРФ и информацию про критические стенды и сейс-периакторы. В конце данной презентации вопросы с первого по седьмой соответственно по данной теме. Презентация номер 6. Посмотрим. Дмитрий Сергеевич, можно Вам? Да, конечно. Почему я спрашив про требования 2.7? На Констане я знаю во время аварии Четнобыльской АЭС головки СУС деланы из граффитов и для установки реактора они сопротивлялись и приводили к ухудшению аварии. Если раньше было такое требование головки должны быть ухудшены. Ну, да, все правильно говорите. И когда стержень вводился за 16 секунд аварийной защиты, на первых буквально долях секунды, где-то 0.5 до 1 секунды наблюдался небольшой положительный рост, а потом резкий спад по мощности. Сделали пренебрежение вот этим небольшим положительным ростом и потом наблюдали резкий спад по мощности и приняли решение, что ничего страшного. То есть общий отрицательный ввод реактивности был как раз на большем участке движения стержня аварийной защиты и как раз отрицательная вот эта вот соответственно реактивность которая вводилась она была колоссальной. На первом этапе да, то есть был положительный рост небольшой реактивности и как я объяснял во время объяснения аварийной Шинобольской станции было за счет того, что в нижней части у нас вода замещалась вытеснителем графита, вытеснителем, а в верхней части у нас вода замещалась уборным поглотителем. Вода по отношению к графиту является лучшим поглотителем нейтронов, поэтому в нижней части замещения воды графитом приводило к возрастанию потока нейтрона. Общий вид нейтронного поля он таков, я показывал картинки с двумя максимум локальными, и это поле энергоуделения неустойчиво к различного рода возмущениям, соответственно, которое наблюдалось во время эксплуатации блока. И неустойчиво поле энергоуделения к различным родам возмущениям, и после ввода стежней аварийной защиты до Чернобыльской аварии, конструкции стежней, она приводила вначале к небольшому росту, чуть-чуть реактивность росла, а потом резкий спад по нейтронной мощности. Но в дальнейшем, как мы выяснили, привело это к тяжелым последствиям. последствиям. Далее. Значит, в данной презентации мы рассмотрим анализ, проведем анализ системы, каким образом мы рассмотрим, каким образом происходит анализ надежности системы. Случай, если мы проводим анализ надежности на основе структурных схем надежности. Формулу BICE сегодня не будем рассматривать, потому что мы ее посмотрели на семинарских занятиях. Анализ надежности системы, собственно, что для него нужно? Нужно очертить границу системы, иногда это не так просто бывает сделать, есть схема определенная, и нам нужно понять, что входит в нашу задачу, какие элементы под систему, а какие мы не включаем. Далее получить информацию о режимах работы элементов, которые входят в систему, либо элемент работает непрерывно, либо в ждущем режиме, и необходимо проанализировать те элементы, которые находятся на стадии их хранения на атомостанциях, да и на сельских театрах, есть так называемый отдел ZIP, отдел запасных изделий, и в процессе анализа надежности учитывают в том числе и нахождение данного элемента в хранилище, в хранилище. И, собственно, для проведения анализа надежности нам нужно также время профилактики. Я на одной из лекций объяснял, каким образом влияет время профилактики, время проведения плана предупредительного ремонта на ход изменения вероятностных характеристик. Напомню, с точки зрения проведения плана предупредительного ремонта, мы восстанавливаем характеристики надежности данного элемента и начинаем их отчитывать для нового периода времени с первоначального уровня. Еще раз повторюсь, по-моему, на лекции рисовал. если таким вот образом изобразить у нас зависимость на вероятности безотказной работы времени, то понятно, что вероятность безотказной работы со временем меняется по экспоненциальному закону и имеет такой вид. С точки зрения проведения ППР, предположим, вот в этом месте мы проводим планово предупредительный ремонт ППР. В данном месте мы во время проведения ППР мы производим восстановление характеристик надежности и новый соответственно виток, новый цикл будет отчитываться дальше. Здесь снова мы проводим ППР в этой части. Снова производим восстановление характеристик надежности отсюда и так далее. И снова виток у нас будет. В этом плане мы регулируя ППР мы оставляем нашу установку в некотором диапазоне коридоре по надежности. соответственно если мы делаем ППР чуть реже то мы коридор поджимаем и характеристики надежности увеличиваем. Если делаем ППР не так часто то характеристики надежности ухудшаются. Система отдельно взятых объектов. Далее время ожидания обязательно для анализа необходимо знать время срабатывания то есть когда и за какое время у нас срабатывает альянная система и информацию получать из журналов по отказам различных элементов на атомной станции то есть использовать можно статистическую информацию по наступившим отказам за прошедший многолетний период эксплуатации ядерно опасного объекта. С точки зрения построения систем с точки зрения проведения анализа и прорисовки структурных схем надежности здесь надо четко понимать что схема надежности это не то же самое что эксплуатационная схема перейдем дальше потом вернемся на слайд здесь в качестве примера привел одну из систем неважно какая система то есть есть некий вид у нас система видно что есть параллельное последнее ценение элементов есть различная сложная комбинация и довольно часто бывает сходу сложно разобраться в системе нужно обязательно отрабатывать с эксплуатационным персоналом с конструкторами с разработчиками на первом этапе анализа надежности можно предъявить консервативной оценки что это значит технически это выглядит следующим образом мы берем спецификацию вот она представленность на слайде или бедомость покупных изделий отодвигаем в сторону данную схему и все элементы с точки зрения надежности мы ставим последовательно понятно что при такой оценке мы получим нижнюю оценку то есть самую худшую для данной системы и при таком включении в анализ надежности при отказе понятно хотя бы одного элемента вся система выходит из строя таким образом мы делаем оценку в запас надежности производим консервативную оценку для вот соответственно данной системы и если мы получаем характеристики надежности которые удовлетворяют требованиям регламентирующих документов мы говорим что смотрите мы выполнили консервативную оценку оценку в запас надежности и значит она является приемлемой удовлетворительной и по факту надежность данной системы будет выше потому что есть более сложные резервирования дальше мы посмотрим в численном значении данную информацию далее горячий резерв либо ненагруженное резервирование называют вот такой вид параллельного соединения понятно что с точки зрения увеличения надежности и системы и с точки зрения углубления расчетов по структурной надежности наличие параллельного соединения оно приводит к увеличению характеристик надежности об этом мы чуть позже поговорим далее следующий тип резервирования с ключом то есть когда есть у нас элемент А есть он работает постоянно и есть запасной элемент Б который не работает постоянно он находится в ждущем режиме соответственно когда происходит отказ элемента А фиксируется данный отказ допустим пропадает напряжение или там поток теплоносителя есть ключ С который производит при возникновении сигнала аварина переключение с элемента А на элемент Б здесь соответственно нужно учитывать как отделен надежность элемента А отделен надежность элемента Б дальше учитывать надежность ключа С и учитывать еще две надежности это выполнение операции ключом на переключение когда это необходимо и не переключение когда в этом нет необходимости есть два типа отказа на проекте тоже поговорим еще корм элемент Задачки на кором элемент вы должны были самостоятельно разобрать на семинарских занятиях. Обратите, пожалуйста, на это внимание. С вашим семинаристом разберите данные задачи в обязательном порядке. Далее. Информацию тоже эту опустим, потому что то, что касается булевой алгебры, вы довольно плотно проработали с этим вопросом на семинарских занятиях. Здесь я нарисовал слайд, который очень удобно объясняет совокупность различных событий и подсобытий. Здесь видны события А и В. У них есть подсобытия 1-6. И дальше дается различная интерпретация. Допустим, события А это 1-4 подсобытия, В 3-4-5. События, допустим, С, которые включают в себя подсобытия 6, и оно не относится к А и В. События С, видите, это А плюс В, и все это с первого по пятый. Противоположное событию С это точка 6, условно, так скажем. Ну, и так далее. Не будем на этом долго останавливаться. На этом слайде вы можете посмотреть основные соотношения и законы из булевой алгебры. Вы прошли на вашем семинарском занятии. И законы эквивалентности. Она равно А, А плюс А есть А. И также законы, закон поглощения. Здесь у нас А плюс А на Б. А иногда во время сдачи экзамена спрашивают такой вопрос. Допустим, пишу выражение. Х, У, Х, Ю, У плюс Х, Ж, У, У. И здесь видно, что совокупность элементов вот этого Х, Ю, У. Вот они, Х, Ю, У здесь есть. Это, грубо говоря, событие А. И вот событие Ж, оно, можно как Б, его здесь интерпретировать. Поэтому все это выражение равняется вот этому, соответственно, совокупности событий Х, Ю, У. То есть это тот же самый. Вот здесь у нас закон поглощения в этой части. Формулу сложения вероятности. Тоже на семинарах вы посмотрели. формулы, значит, формула сложения вероятности для любых событий А и Б. Имеет следующий вид. Такое видно, что здесь вероятность события А плюс Б. Это есть реализация вероятности события А. То есть вероятность события Б минус вероятность события А на Б. Далее. Есть события, соответственно, независимые. И вот выражение вот это, где присутствует условная вероятность, вероятность Б, А. Здесь напомню, что такое условная вероятность. Условная вероятность произойти событию Б при условии, что А произошло. Если А не произошло, то событию Б, понятно, что о нем нет смысла говорить, не может произойти. В качестве примера, допустим, события А. Это события связаны с тем, что вы загрузили в активную зону топлива. Сделали загрузку. И находите события, вероятность события Б, при условии, что вы загрузили в реактор топлива. Событие Б это то, что вы вывели реактор на минимально контролируемый уровень мощности. Если у вас не случилось события А, то есть вы не загрузили в реактор топлива, понятно, что вы бессмысленно говорите о возможности наступления события Б. Здесь вот такая картинка тоже дана, спрашивают, когда есть недопонимание во время сдачи экзамена. То есть, если вы слышите такую картинку, то события А, события Б, они не пересекаются. То есть, отдельно события А, вероятность события А и вероятность события Б, они не равны нулю вероятности. Но совместная вероятность произойти события А на Б равняется нулю. У отдельности вероятность события А и вероятность события Б, перемножение, они не равны нулю эти вероятности. Формула Байеса. Задачку такую сделали или нет? Да, Жень, спасибо. Задачка такая была. Только один Женя написал. То ли остальные не помнят, то ли не слушают меня. У остальных-то задача была? О, была. Жень, понятно, что вы говорите от группы МНН, но в группе МНН это не вы одни. Там же у вас как минимум больше одного есть студента. Хорошо. Аж цельных 7 человек отреагировало из 52. Слушаю, но не помню, Антон. Вспомните, пожалуйста. Хорошо, мы отдельно не будем формулу Байеса смотреть, потому что это время, которое вы должны были на семинаре, этому делите. Единственное, что повторюсь, и вопрос такой спрашиваем на экзамене. Вопрос звучит, значит, вопрос, связанный со следующим. Когда, в каких случаях применимо используется формула Байеса? Формула Байеса используется применимо только для анализа надежности по результатам испытаний. Собственно, на семинаре вы разбирали задачу, которая связана была с испытанием изделия, и находили вероятность того, что она собрана из деталей высокого качества. Эта формула неприменима, если мы имеем только вновь его проектируемую систему. Литература. Здесь каких-то я отдельных страниц не указал, потому что материал, который был выше озвучен, он так ровным слоем размазан на данном методическом пособии. Поэтому просьба, пожалуйста, посмотреть информацию по всему методическому пособию касательно булево-алгебры, различных типов резервирования и так далее. Вопросы. Три вопроса на проработку, и они же будут на экзамен. Следующая презентация. Презентация номер семь. Обычно я во времени разношу презентации шестую-седьмую, то есть вначале, значит, на одной лекции презентация номер шесть, потом материалы даю, потом к следующей встрече презентация номер семь. Но здесь давайте один за один посмотрим. Здесь в данной презентации уделены вопросы оценки, опять же, и структурной надежности тоже, параллельно посредственнее, но уже с более глубокой проработкой. Первый раздел. Здесь хотелось еще раз вспомнить, какие нам нужны вероятносты, какие нам нужны, значит, какая нужна информация, какие нужны значения для того, чтобы приступить к выполнению вероятности анализа безопасности. Здесь хотелось напомнить, что некую схему такую, да, то есть мы оцениваем надежность системы на определенном участке времени, который нам нужен по проекту, то есть мы от нуля до т. Если говорить про ВВР 1200, то на 60 лет, и либо там после пролонгации эксплуатации на 80 лет. Нас интересует возможность возникновения отказа на задном промежутке времени. Событие А – это событие, которое представляет собой отказ оборудования. Сейчас, секундочку. Алло, алло, перезвоню, лекция сейчас. Перезвоню через 20 минут. Лекция, лекция. Значит, есть интервал времени. Здесь время ТАУ. Это время наступления отказа. И событие А состоит в том, что отказ произошел за временем Т, то есть после интересующего нас времени. Грубо говоря, это событие, состоящее в безаварийной эксплуатации. На это вале времени от нуля до Т. Если ТАУ, ТАУ – это время наступления отказа, меньше, чем Т, то есть находится на ДА на промежутке времени, или ровно прямо находится, один в один совпадает с данным временем Т, то имеем противоположное событие, связанное с тем, что здесь происходит у нас отказ на данном промежутке времени. Соответственно, оценивается вероятность того, что у нас объект проводов безотказно, и вероятность наступления отказа на заданном интервале времени. Есть отдельный вопрос, спрашивают, что такое надежность в узком смысле слова. Есть определение надежности, которое мы с вами посмотрели из нормативного документа, и определение, мы помните сами, когда разговаривали про термины надежности, безопасности, какой термин наиболее определяющий. И здесь есть, так называемое понятие такое, введенное надежность в узком смысле слова, то есть вероятность безотказной работы. Точка. Если спрашивают, что такое надежность в узком смысле слова, вы четко говорите, что это вероятность безотказной работы. Точка. Далее. Основные величины и параметры, которые мы используем в документации по анализу надежности, это функция распределения времени безотказной работы, вот график ее здесь представлен, плотность распределения времени безотказной работы и средняя наработка на отказ. А средняя наработка на отказ вы должны были на семинарском занятии решить задачку, когда есть два параллельно соединенных элемента, и необходимо оценить среднюю наработку на отказ. У вас в итоге в данной задаче получается значение по средней наработке на отказ в 1,5 на среднюю наработку на отказ отдельного элемента. И по условию задачи было два элемента, которые обладают экспоненциальной характеристикой надежности. Здесь вот. Была такая задачка, уважаемые студенты. Отлично. Спасибо. Было что-то похожее. Хорошо. Молодцы. Вот так мы будем дальше становиться на данной задачке. И еще, возможно, вот этой задачи у вас еще не было, она есть в цели задачи. Это задача на оценку вероятности несрабатывания на требования. Данная формула ВАТ равняется интеграл от нуля до бесконечности. Здесь у нас вероятность отказа приемника до момента времени Т. И вот эта вот запись, это омега Т на ДТ, вероятность того, что сигнал придет в интервале ДТ после отказа приемника. Данную формулу применяют для анализа надежности элементов и систем, которые находятся в ждущем режиме. Допустим, аварийная защита. Она не работает все время, она стоит и ждет. Как только сигнал приходит, аварийная защита срабатывает. И как раз данное выражение используется для анализа надежности, в том числе системы аварийной защиты, системы САОС, системы, в которые уходит дизель-генератор и так далее. Такую задачу вы разберете на семинаре на данное выражение. И понятно, что ВАТ это как бы неготовность на требование или отказ, а обратная величина, единица минус ВАТ, это вероятность готовности системы или вероятность безотказной работы данной системы. Основные характеристики, еще раз, которые встречаются в документации, в отчетной, которую мы часто используем для анализа надежности, это, как мы уже говорили, неоднократно вероятность безотказной работы, плотность распределения времени безотказной работы, ЭПТ равняется минус ВАТПДТ, средняя наработка на отказ, вот он выражение, которое вы использовали в семинарской задаче. И следующая величина, про которую мы тоже уже неоднократно говорили, общее название лямбда-характеристика. У этой величины есть два термина, которые использовали, у меня это опасность отказа для невосстанавливаемых изделий. Невосстанавливаемое изделие, что такое, сломалось, выбросили. И параметр потока отказов, это для восстанавливаемых изделий, для которых мы можем производить ремонт. Лямбда-характеристика, она имеет следующую зависимость прямой от вероятности безотказной работы, через интеграл на интервале времени от нулевой ДТ. И лямбда-характеристика имеет три стадии жизни. Это период приработочных отказов, когда новые изделия мы вводим в эксплуатацию, и необходимо несколько месяцев, как правило, чтобы оборудование притерлось друг к другу и прошли. То есть не было вот этих зависимых отказов. О приработочных отказах, извиняюсь. Второй период времени, номер два, это, как правило, самый продолжительный срок эксплуатации. Период внезапных отказов очень сложно прогнозировано. И третий, это период старения, период градации. Каждый знает, в принципе, эти периоды все. И при старении оборудования увеличивается количество отказов оборудования. Структурная надежность. Мы о ней сегодня говорили, уже сейчас хотелось посмотреть численные значения. Здесь представлены как раз последовательность соединения элементов. И видно выражение для оценки надежности последовательности элементов. Причем понятно, что надежность параллельного соединения, надежность последовательного соединения, всегда не выше, чем надежность самого ненадежного элемента. Если у вас на экзамене спрашивают, есть у нас, допустим, соединение элементов последовательное, таким вот образом, таким образом выглядит, таким образом выглядит. И здесь, соответственно, есть характеристика надежности, здесь, предположим, 0,9, здесь по надежности у нас 0,7, здесь по надежности у нас 0,8. То понятно, что надежность такого соединения будет не выше, чем 0,7. Когда вы перемножаете, для определения вероятности работоспособности вот такого соединения, вы перемножаете 0,9, помножаете на 0,7, помножаете на 0,8. Там при оценках получается примерно где-то 0,50, значит, 0,5, 0,4, примерно такое значение. И понятно, что надежность такого соединения, она будет всегда не выше, чем надежность вот этого самого ненадежного элемента. Далее. Если есть параллельное соединение элементов, то здесь картина обратная. Надежность такого соединения всегда не хуже, чем надежность самого надежного элемента. То есть, если есть у нас параллельное соединение элементов, еще один элемент добавим, параллельное соединение элементов. И пусть у них характеристики такие же, вот здесь, соответственно, здесь 0,9, здесь 0,7, 0,7, здесь 0,8. При анализе надежности, то есть надежность такого соединения всегда будет выше, чем 0,9. Надежность самого надежного элемента. И когда вы используете данную формулу, вот она у вас будет в запись следующая. Вот такая вот вероятность за отказной работой равняется 1, минус 1, минус 0,9. Здесь вот умноженное на 1, минус 0,7 и умноженное на 1, минус 0,8. Когда вы рассчитываете, получаете там что-то около 0,9, 7, что ли, примерно вот так можно посчитать. То есть, большая надежность такого соединения. Далее. Резервирование переключением на запасной элемент. Здесь, соответственно, говорили мы про данное соединение. Сегодня есть элемент А, есть элемент Б, есть ключ. Вот они. Вероятности за отказной работы для ключа. Надежность самого ключа. И вероятность безотказной работы данного ключа в случае двух вариантов переключения. Если оценивать надежность данного соединения напрямую, то получается довольно сложное выражение. Можно видеть его в этой части презентации. С двумя интегралами. С вероятностью безотказной работы элемента А, элемента Б. И, значит, элемента С, соответственно. И данное выражение очень сложно воспользоваться. И, как правило, в обычных процедурах они не пользуются. И для упрощенного представления делают предположение того, что ключ у нас обладает абсолютной надежностью. Эти вероятности для ключа равны на единице. На самом деле, реальная ситуация очень близка к этому предположению. Потому что, как правило, ключ – это простая конструкция, высоконадежная. А элементы А и Б – это сложные устройства. С возможным внутренним резервированием. И если мы сравниваем характеристики надежности основного устройства и ключа, то ключ будет гораздо надежнее, соответственно. Поэтому после вот такого предположения можно воспользоваться данным интегральным выражением. Здесь вероятность безотказной работы. Здесь вероятность безотказной работы элемента А. Интеграл представляет собой включение в работу элемента Б. То есть это фактически та же самая формула, вспоминайте, по вероятности срабатывания на требовании. И здесь у нас Тау – это время наступления отказа элемента А. И включение в работу элемента Б. Тау минус Т – это вероятность, учитывающая то, что элемент Б доработает оставшуюся часть времени. Есть другая приближенная формула, можно найти в рекомендациях, в документах нормативных ее использования. Выглядит она вот таким вот образом. Здесь есть, соответственно, основной элемент, элемент, который находится в ведущем режиме. И, как правило, эти элементы одинаковые с точки зрения характеристик надежности, да, вообще и по форме они одинаковые. То есть характеристики надежности будут заводские, которые с предприятия изготовителя поступают одни и те же. В этом случае можно анализ надежности системы посчитать как вероятность безотказной работы, умноженная единица минус натуральный логарифм вероятности безотказной работы, поскольку они одинаковые, и здесь неразличимы данные значения. Далее. Кворум-элемент. Мне хотелось, наверное, на данном слайде сейчас я его расскажу, и мы на нем закончим лекцию, потому что дальше у нас будет еще рассказ про анализ надежности элементов, если есть зависимые отказы, и про контролирующие элементы. Мне хотелось бы более подробно поговорить. Кворум-элемент. Подскажите, пожалуйста, была ли данная задача на семинар скорум-элементом? Задачи скорум-элементом не было. Не зря я решил здесь, как говорится. Закончу, пожалуйста, себе пометьте, что есть задачи скорум-элементом, и обязательно на ближайшем семинаре вашего семинариста попросите показать задачу на решение скорум-элементом. Задача интерпретируется таким образом. Здесь есть три дизель-генератора. Кворум-элемент – это устройство, которое принимает решение о работоспособности системы или включение ее в работу по некой логике. Здесь предложено рассмотреть данный пример, работающий с логикой 2 из 3. То есть, когда 2 из 3 дизель-генераторов в работе, система выдает сигнал о том, что мы можем включаться в работу на собственную нужду. Если только один дизель-генератор, тогда форм-элемент выдает сигнал о том, что нельзя работать. Ну, понятно, если 2 и более объектов дизель-генераторов в работе находятся, тогда тем более мы можем включиться в работу. На семинаре вы рассмотрите, что у кворум-элемента есть два типа отказов. Один отказ – это связано с тем, что кворум-элемент выдает сигнал о том, что можно работать, а система на самом деле не готова к работе. И противоположная ей величина, состоящая в том, что кворум-элемент выдает сигнал о том, что, значит, в одном случае кворум-элемент говорит о том, что можно работать, система не готова к работе. А в другом случае кворум-элемент говорит о том, что нельзя работать, а система готова к работе. Вы просмотрите эти моменты на семинарах, соответственно. И последний момент, на который хотел обратить внимание, что с точки зрения анализа надежности GLOB напрямую, корум элементу он включен последовательно к данным основным элементам. И если рассматривать задачу без некой логики, то, конечно же, наличие корум элемента ведет к ухудшению характеристик надежности. Но при наличии логики 2 из 3, 1 из 3, 4 из 8, наличие корум элемента предполагает увеличение характеристик надежности системы за счет возможности вывода по очередному выводу этих составляющих системы в профилактику на ППР. И, как мы озвучили выше, во время ППР идет восстановление характеристик надежности. И по факту надежность такого соединения, она получается даже выше, чем надежность просто параллельно в соединении из 3 элементов. Уважаемые студенты, у нас осталось 2 минуты до конца. Соответственно, вопросы, если есть, обязательно фиксируйте, спрашивайте у вашего семинариста на семинарах. Если семинарист не сможет ответить, то я на них обязательно отвечу. Вопросы, которые вы задали по прошлой лекции, мы их обязательно с вами проработаем. Как и говорил, презентации все, единую ссылку я выложу, там будут все 11 презентаций. Мы с вами остановимся на этом слайде, с которого продолжим на следующей лекции свой рассказ. И у меня там будет впереди еще 8-11 лекция, но они небольшие лекции. Одна лекция, вообще 5 слайдов, поэтому мы как раз, я думаю, это будет неделя следующая, у нас нету лекции, потом неделя будет 15, это с 7 декабря по 12, и потом неделя перед Новым годом, с 21 по 26 декабря, мы там уже подведем итоги, отвечу на ваши вопросы, будем готовиться к экзаменам. Так, у меня все, уважаемые студенты, если нету вопросов, вы, пожалуйста, пишите в чат, спасибо, фразу и с группами EAD 2.1, мы увидимся в 10.45, на инженерных расчетах и проектировании EAU, в другая вкладочка, для того, чтобы занятие проводилось в одном Google Classroom. Под соответствующим занятием я попрошу переподключиться на другую вкладочку группы EAU, 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 B17. Так, уважаемые студенты, спасибо, спасибо, Евгений, спасибо за внимание, Бао, спасибо, Кристина, Дмитрий, спасибо, Софья, Юрий, Куанг, Гуен, всем спасибо, Хой, Лонг, Хан, спасибо, всего-всего доброго, не болейте, спасибо.